если вы смотрите это видео то работа почек вас интересует скажите а вы знаете про 5 уровней накопления токсинов в организме вы думаете что почки можно усилить вот так простыми способами вы очень сильно заблуждаетесь мягко выражаясь токсины которые не выделили почки могут находиться пяти разных системах вы об этом когда-нибудь слышали в этом видео вы об этом узнаете безусловно я понимаю что почки это не печень это печень 400 тонны крови за сутки очищают почки всего полторы они скромнее вы знаете и 150 йодер чистой крови потому что вам тоже не помешает тем более что если неправильно относиться к почкам уже доиграться до почной недостаточности да там есть помощь гемодиализ но это уже не ваша работа вы зависимы поэтому я предлагаю вам посмотреть видео до конца и узнать пять уровней накопления токсинов пять уровней отражения плохой работы почек и как со всех этих пяти уровней удалять токсины как очищать ваш организм есть одно единственное универсальное средство которое помогает вам в этой работе это вода да я когда-то прошлом году написал такую брошюру роли воды в работе организма вы знаете но вода работает прекрасно работает в том случае если ваши родители от первых дней вашей жизни привели вам такую полезную очень привычку употреблять воду в нужном количестве и отличного качества если вы это делали на протяжении всей своей жизни не вопрос вы это видео будете она будет интересовать только как источники информации если же вы не самого рождения задали себе этот вопрос и пытаетесь что-то делать то это видео для вас будет иметь практическое огромное практическое значение пять уровней токсинов достать очень сложно тем более знаете таким простым способом щелчком да можете найти в интернете говорят все ничего не делай пей перекис водорода заваривай там лавровый лист какие-то пряные растения лекарственные растения великолепные способы наряду с пищевой соды с керосином некоторые советуют да пять уровней так не достать это способ напрячь работу почек да знаете когда хромого заставляют бегать это очень печально смотрится со стороны а тем более изнутри когда вы вы тот самый хромой поэтому я предлагаю вам досмотреть видео до конца и вы поймете на каком уровне находится ваш организм где находится токсины в вашем организме и что для этого нужно делать итак уровень 1 понятно почки орган выделения значит они должны удалять токсины вашего организма если вы не знаете о том что почки удаляют токсины из вашего организма я понимаю что токсины у вас немного а почки у вас работают великолепно если же периодически у вас обостряются цистил уритрит у мужчин автоматически к этой системе привязана простата появляется простатит и снижается потенция с намеком в импотенцию у женщин стоит дублер матка и либо развивается эндометриоз эрозии шейки матки либо появляется боли во время месячных обильные разные изменения говорят о том что через почку и сопряженную с ней систему идет обилие токсинов и что вам нужно делать вам нужно помогать работе почек удалять токсины а также можно когда дублирующую систему включить чуть позже я не скажу помощника основного вы знаете лучше всех почкам помогает другой фильтр печень я это знаю печень я не просто так сказал что она фильтрует три раза больше крови знаете печень способна помогать почкам уникальным способом единственное которое может это делать если почка выводит токсины как есть и чем больше токсинов тем больше чаще обостряется цистит уритрит и все что я сказал выше то только печень способна обезвреживать токсины и в неактивном виде подавать их почкам почка удаляете вы не чувствуете поэтому если вы не знаете что почка это орган выделения не знаете вот эти диагнозы то я понимаю что у вас и печень в принципе в неплохом состоянии если же вас эта патология периодически обостряется хотите обратить можете обратиться ко мне за помощью не вопрос контакты вы видите я готов вам помочь первый уровень удаления токсинов самый простой но он очень важен без него не работают остальные потому что когда второй уровень удаления токсинов у вас напряжен когда токсины находится кровеносном русле то есть почка не может эффективно удалить развивается специфическая патология ну наиболее частая проблема на этом уровне увеличивается вязкость крови а с ней связано такая скажем так не самая редкая проблема как вегетососудистая дистония со всеми ее страхами тревогами апатиями депрессия тоже кстати вариант вегетососудистой дистонии потому что мозг как индикатор состояния крови если там полно токсинов понятно он будет на это реагировать он будет изменять вашу активность пытаться тормозить каким-то образом свою жизнедеятельность или изменять чтобы вывести вас из очага интоксикации не может дать команду почкам удалять больше токсинов мозг не может вам депрессии сказать печь больше воды чтобы выводить токсины а еще лучше подумать про работу печени которая помогает более эффективно очищать кровь и наполнять питательными веществами что мозг не был в состоянии депрессии не вопрос мозг этого не может сделать просто меняет вашу активность только вы заходите не в тот кабинет для решения задачи вы идете к невропатологу он учит вас жить с этими токсинами а вам нужно идти совершенно другой кабинет врачу который поможет вам удалить токсины из кровеносного русла лучше если токсины там находится длительное время они могут связаться с различными системами одна из них зависит от состояния печени в крови есть будут белки альгумин которые могут связать токсины временно и в неактивном виде и нативировать их не дать им контактировать с почками нарушать их работу дальше в этом проявляется содружественная работа печени почек если же токсин свяжется с другой систем например с эритроцитом он теряет свою механическую прочность появляется аномия если токсин связывается с тромбоцитом тромбоцит становится чужим иммунная система начинает его агрессивно атаковать хорошая иммунная система появляется тромбоцитопения это аутоиммунный процесс связанный с избытком токсинов крови которые не смогли оттуда покинуть вовремя кровеносное русло естественно снижается иммунитет потому что лейкоцитом тоже в токсическом окружении сложно работать в физиологическом периоде скажем во время беременности это проявляется токсикозом и вопрос то нужно помочь печени почкам правильно очищать кровь потому что этот уровень он не самый сложный вы знаете он легко исправим потому что токсин находится фактически на распутье он не знает куда идти через печень через почки через другие вы маломощные выделительные системы поэтому помочь не вопрос вопрос кого можно напрягать а кого нельзя напрягать вот тут уже зависит от врачебного фактически врачебной интуиции как лучше это сделать как разгрузить кровь и токсинов потому что работоспособность разных фильтров имеет разные возможности разные пределы знаете если скажем анемия и частый обострение циститы то я понимаю что не почки нужно напрягать а печень усиливать а может быть другую систему тут очень важно понимать как и в этих условиях дать человеку больше воды это значит спровоцировать циститу ретрит простатит эндометриоз все что угодно нужно вы переводите так сильно из одной системы в другую из одной слабой системы в другую она вам надо понимаете тут нужно быть врачом тут нельзя быть народным целителем который стал того пей будет тебе счастье счастье может быть и будет то можно получить больше счастья третий уровень нарушение работы почек когда токсины пытаются удалиться через органы дублеры у почек несколько дублеров которые расположены в разных местах организма ну самый мощный дублер фактически это кожа да кожа способна выделять аж целых пять процентов токсических веществ у нее для этого потовые и сальные железы если они работают эффективно все прекрасно если эта система перегружается потому что мощность кожи в четыре раза меньше чем мощность почек ну и можете посчитать почти в 20 раз меньше 15 чем мощность печени возникают проблем когда токсин выделяясь через кожу в конце концов достает клетку кожи она становится чужой развивается аутоиммунный процесс под названием псориазм не дай бог вам используют какую-то мазь заблокировать выделительную систему рикошет токсинов по организму вызывает изменения со стороны крови и со стороны других внутренних органов о котором я скажу чуть позже что мы пока на третьем уровне накопления токсинов а есть еще два следующий уровень более опасно но они все позже если вы не мешаете токсинам они выделяются на кожу изменяет микробиоциноз появляется экзема появляется нервы дальние появляются другие кожные проблемы потому что токсины выделяются автоматически придавки кожи страдают это ногти ногти станутся ломкими станутся некрасивыми появляются такие белые тяточки это говорит о том что проблема есть страдают придатки кожи есть еще группа придатков кожи которые расположены по всему организму и там как бы за ними не очень следят а вот когда начинается выпадение волос вот тут вы должны понимать что ваша кровь не самая чистая не самая лучшая токсин добрался до волосиного фолликула он погиб и волосы выпадают чаще а в чем разница у человека с хорошей шевелюрой человека с облысением или с лысиной разница во времени жизни волос в норме волосы живут от 3 до 8 лет если они не выживают свой период погибают значительно раньше в течение нескольких месяцев вырос выпал вырос выпал все на голове махенький пешок он отражает фактически время жизни волоса может он вырасти до нормальной величины поэтому если есть выпадение волос вы должны понимать качество своей крови и понимаете в принципе кому нужно помогать потому что конечно же иногда удобнее дольше умываться но все таки лучше дольше расчесываться когда вы расчесываете волосы вы автоматически изменяете кровообращение в волосе черепа то вызעל архивой литель именно поэтому в восточной медицине массаж волос�ской части головы он приветствуется когда мпассируете вы улучшайте состояние волос? одновременно улучшаем мозговой кровоток улучшает мозговую деятельность снимаете не стресс но шайки эмоциональную работоспособность Сегодня большинство работает все-таки не руками, а головой. Поэтому очень важно, чтобы голова работала хорошо. Но она должна работать на хорошей чистой крови. Если вы делаете массаж волосистой части головы, а в крови полно токсинов, вы понимаете, что вы привлекаете в эту систему токсины и волосы, погибает еще активнее. Поэтому, когда вы улучшаете местными средствами рост волос на голове, не очистив перед этим кровь, не помогая организму это делать в режиме реального времени, вы имеете косметический эффект, временный. Потому что тут могут улучшить состояние волос, удержать их на месте. Только вещества дубящие. Если в рецепте есть дубильные вещества, да, они дубят кожу и держат волос до последнего. Вопрос, что эти средства работают несколько месяцев. А дальше погибшие волосы все равно выпадают. Вы не будете мертвые волосы держать на голове вечно. Они все равно выпадают. Тут вопрос времени. Поэтому, если вам интересно лечение облысения, профилактика выпадения волос, не вопрос. У вас должна быть чистая кровь. Вы должны знать, как это делать в режиме реального времени. У женщин есть специфическая система, которая тоже показывает, что токсины пытаются уйти из ее организма. Это мастопатия. И когда советуют лечить мастопатию путем рудного вскармливания, я вас прекрасно понимаю, да, мастопатия так излечивается. Потому что токсин, который задержался в молочном железе у женщины, с молоком ушел к ребенку. Вопрос. Из системы, из семьи, куда делись токсины? Вы их передали по наследству? Вы заложили зачатки мастопатии своему ребенку? Оно вам надо? Нужно грамотно вывести токсины не этим путем, а обратно через кровь и все-таки через какую-то выделительную систему, через кожу, через почки, через печень. Потому что организм, да, для него это ненормально сложить токсины в молочной железе. А регуляторы обмена веществ это гормоны. И при мастопатии известно 50 видов гормональных нарушений. Потому что у каждой женщины организм по-своему пытается сложить эти токсины в молочную железу, чтобы убрать их из крови. Потому что женские диагнозы, тромбоцитопения, анемия, снижение иммунитета и токсикоз беременности, ну никто не отменял. А это в основном женская патология, связанная с наличием токсинов в кровяностном русле. Как и ВСД, как и депрессии. Рикошет токсинов в обратную сторону, нужно их аккуратно, грамотно вывести. Поэтому не нужно пытаться все эти ситуации, разруливать, знаете, такими деревенскими способами. Потому что, ну, очень дорого это для организма обходится. Потому что если рикошет токсинов пойдет, вернется, ударит по почкам, да, дойдете до почечной недостаточности, включится еще одна система выделительная. Поносы. Через кишечник попрут токсин. Вы знаете, тут уже несколько поздновато оказывать помощь в домашних условиях. Тут уже придется лечиться стационарно. Поэтому думайте, какой уровень накопления токсинов находится в вашем организме и как с ним правильно справляться. Есть более тяжелый уровень накопления. Это пока были мелочи. Это пока была, скажем так, легкая патология. Самый тяжелый четвертый уровень накопления токсинов. Когда токсины накапливаются в органах, которые не имеют своей выделительной системы. Вот здесь хуже. Отсюда их тяжелее выбрать. Отсюда их тяжелее вывести. А вы их все знаете. Периодически появляются артриты. Да, заболел суставчик при наруске. Сустав показывает. Вы дали нагрузку, привлекли больше крови. Кровь с токсинами вызвала артрит. А артрит, если его плохо лечить, если лечить обезболивающим, переходит в артрозы артрит. Вы идете легко и просто в артроз сустава и пересадку. Можете поиграться таким способом. От 5 до 10 тысяч долларов один сустав, его пересадка. Не вопрос. По дороге развивается такой народный диагноз, как подавок. Да, есть такая штука. Не стоит так рисковать. Есть еще одна система, связанная в опорно-отвеятельном аппарате, которая страдает при наличии большого количества токсинов крови. Это миозит или миостыния. Потому что миозит это просто дар. Опять-таки активно поработал токсин. Попали в мышцу, вызвали миозит. Прошло несколько дней, организм восстановился, все прошло. Если вот такая интоксикация идет, скажем так, хроническая, постоянная, развивается миостыния. То есть мышца разрушается в действии токсинов. Да, нет активного, яркого, воспалительного процесса. Но интоксикация лупит мышечную ткань. Мышцы исчезают постепенно. И пока вы эти токсины не переведете в другую систему, пока вы их не уберете отсюда, место не будет развиваться. Конечно, есть все мышцы вы не удалите. Но есть у женщин несколько систем, матка есть, которые великолепно накапливают токсины. Появляется миома, тропромиома. Это тоже попытка удалить токсины из королевого русла. Если вы выполнили свое предназначение, вы уже разделить столько детей, сколько хотели, можете от этой системы избавиться. Но, вы знаете, восточная медицина говорит, что матка это фактически энергетическая станция женщины. Там очень мощное кровообращение, там очень мощный обмен веществ идет. И, конечно, потерять можно, но по необходимости. Лучше вы знаете, чтобы матка оставалась при каждой женщине. Нет у нас лишних органов. Как бы мы к ним не относились. Есть еще одна система, которая накапливает токсины. Тоже показывает наличие токсинов. Это узловой токсический зоб или аутоиммунный тирюгит. Щитовидка закрыта барьером от кровеносного русла. Но мощность этого барьера не самая большая. Она может пробиваться, особенно в возрасте от 20 до 40 лет, в фактически таком достаточно активном физиологическом возрасте, когда эндокринная система работает оптимально. Кстати, в этом же возрасте страдает и другая железа эндокринной секреции. Поджелудочная. Развивается диабет первого типа. Тоже аутоиммунный процесс, связанный с избытком токсинов. Но если щитовидку восстановить просто, поджелудочная восстанавливается очень плохо. И вот вы знаете, если диабет первого типа человек зацепил, то тут я вас прекрасно понимаю, к сожалению, колоть инсулин придется. В то время как, если токсины попала щитовидка, она хорошо восстанавливается. Им нужно много времени, примерно год нужно очищать кровь. Но есть выход из этой ситуации, потому что если аутоиммунный тиреидит продолжается, да, развивается фактически снижение функции щитовидки. И тут человек вынужден либо принимать гормоны, либо чемпионскими темпами развивать у себя атеросклероз сосудов. И ожирение, и избыточный вес легко развиваются на снижении функции щитовидки. Поэтому тут нужно очень аккуратно думать. А токсины еще могут достать надпочники, и вот та самая ВСД, с которой я начинал, когда токсины, скажем так, только в кровеносном русле, если еще и попали токсины под надпочником, снижается давление. ВСД развивается по гипотоническому типу. Самый тяжелый вариант, когда развиваются еще параллельно темные круги под глазами. То есть вы это легко можете увидеть. И вывести из этой ситуации можно не стимулом, не стимулятором, не адаптогенами, а очищением крови. Продолжительным, длительным, я понимаю, но очищением крови. Это единственный способ выйти из этой системы. Потому что низкое давление, довязкая кровь. Попробуйте нагрузить свой организм. Попробуйте дать ему какой-то стрессовый фактор. Какую-то новость. Или, не дай бог, облиться холодной водой, или нырнуть в пророк. Вызвать еще один стресс. Попытаться клин клином. Да, вы знаете, но часто эти клиния плохо заканчиваются. Поэтому так делать нельзя. Есть еще одна система, которая показывает накопление токсинов. Когда они накапливаются в санитеткани, развиваются коллагенозы. СКВ, системная красная волчанка, дерматомиазид, узловатый эритем. Тоже не самая простая патология. Отсюда выводить тяжело, очень тяжело. Потому что, да, особенно если вы уже принимаете гормоны, гормоны блокируют, они дают токсину выйти из санитеткани. Потому что тут местная система уже выделения не работает. Токсин может выделиться, и пройдя кровь, уйти через какую-то систему, которая раньше не работала. Стоит вам начать принимать гормоны, все, у вас токсин локализован в санитеткани. Он не может попасть в кровь, не может выйти из организма. И вот тут, я вас прекрасно понимаю, но эту тему очень тяжело разруливать. Да, можно блокировать накопление токсинов новых, но, к сожалению, у тех, которые уже есть, при наличии их гормонов удалить невозможно. Убрать гормоны возникает очень серьезное обострение. Поэтому, тут, вы знаете, я даже не рискую брать такую патологию на себя, даже не рискую лечить таких пациентов. Да, могу помочь вам гармонизировать работу организма, но, к сожалению, на гормонах вы будете сидеть, и вряд ли мы с них сможем с вами сойти. Но, это очень тяжелый уровень. Это самый тяжелый уровень накопления токсинов. Вот вся вот эта патология, которую я обозначил, она очень часто проявляется на заболеваниях, которые показывают, что да, почка не работает эффективно, как выделительная система. Поэтому, пятый уровень, фактически, вот оценки работы почек, это, собственно, патология, связанная непосредственно с людьми. Ну, первый шаг, который делаете вы на УЗИ, видите, вам говорят, у вас там песочек в почках. Периодически песочек может выходить с обострением первого уровня, то есть, цистит, уритрит, простатит, вот эти ситуации могут периодически обостряться. Но солевой диатез нужно лечить, обязательно нужно лечить. И лечить нужно не только удалением, помочь удалить, это важно, это нужно, потому что, если песочек мы не будем удалять, он укропняется, появляется мочекаменная болезнь. А это причина номер один по развитию пилонефрита, а пилонефрит это номер один по хронической почной недостаточности. Плюс, если мы неправильно будем удалять камни, если камни, не дай бог, где-то станет, возникает притенет, приходится удалять почку. Тоже не самый лучший вариант, поэтому лучше мочекаменную болезнь лечить на уровне солевого диатеза, а солевой диатез на уровне профилактики солевого диатеза. Потому что большинство людей в возрасте после 20 лет уже имеют явление солевого диатеза, а это первый шаг в мочекаменную болезнь, и дальше вы уже знаете, чем может закончиться. Поэтому тут очень важно правильно это понимать и правильно помогать. И в зависимости от того, на каком уровне нарушения работы почек вы находитесь, где токсины в вашем организме уже присутствуют, зависит помощь. И теперь я думаю, что вы понимаете, что да, воду можно использовать, но правильно, сочетая ее с отдельными лекарственными травами, чтобы большинство трав, которые прописаны в интернете, тибетские рецепты очищения, все что угодно налепят, вы знаете, это очень здорово. Но очень дорого. Потому что если вы этими рецептами добьете свои слабые почки, пересадка одной почки это примерно 100-150 тысяч долларов. Причем почка не новая, а бэушная. И для того, чтобы вы не шли по этому пути, для того, чтобы вы не попадали в эти темы, я вас прошу, не пробуйте на свой страх и риск. Ни пищевую соду, ни перекись водорода, ни керосин, ни лекарственные травы, ни лавровый лист, ни другие пряные растения. Это очень дорого может обойтись вам. Если вам нужна системная помощь, потому что если вы понимаете, что уровни нарушения работы почек у вас не просто нарушена работа почек, а токсины находятся в разных зонах, в разных системах, в разных органах вашего организма, и чтобы их оттуда достать, это не так просто, обращайтесь. Я вас прошу, не затягивайте эту систему, вы можете отсрочить нашу с вами встречу, но вы знаете, чем больше проблем в вашем организме, тем дольше их решать и дороже встать. Дороже не по лечению. Лечение это копейки стоит, по сравнению с необходимостью пересадить одну почку. А может быть вы захотите и две пересадить. Вы знаете, еще и донора нужно найти хорошего, который в хорошем состоянии почки берег, который от рождения пил воду нужного качества и в нужном количестве. Чтобы вам досталась хорошая почка, а не чтобы вы выбросили деньги за почку, которая условно работоспособна, которая еще не 250 тысяч, а 251 тысяча не продал, который завтра зайдет в почную недостаточность. А сегодня анализы показывают хорошо, супер хорошо. Вы знаете, я вам советую, берегите свои почки, помогайте им эффективно работать, а если вам нужно больше информации, контакты вы видите, вы легко можете по ним обратиться. Как я отправил это видео своим друзьями знакомым, потому что я понимаю, что они, большинство из ваших друзей, тоже не знали, что такое почки, как им обеспечивать работу от первых дней своей жизни. Большинство из них услышали где-то, почки, да, вроде есть, а что делать, ничего, что делать, есть, опадание. Вы знаете, полсотни рецептов, лохотронов, как не нарушить работу печени, вот здесь, половина из них касаются работы почек, потому что два фильтра призваны выполнять одну функцию, очищать эффективно вашу кровь. Если кто-то из них отдыхает, кто-то из них работает плохо, стоит выбить печень, которая очищает 4,5 тонны крови. Четырехкратная нагрузка попадает на слабые почки. Как вы думаете, как им работать, если они уже не готовы к этому? Поэтому, для того, чтобы вы работали и печень, и почки в вашем организме, нужно их хорошо, скажем так, обеспечить, работать, правильно обеспечить, работать. Потому что, знаете, есть такие пугалки у меня, хронический простатит, первый шаг в импотенцию, обмена дистрофических заболеваний суставов, это все есть, это все уже опубликовано, это все известно. Вам известно ли, что делать? Если неизвестно, пишите, звоните, а я пока подожду ваших звонков, и подумаю, какое еще видео написать, для вашего здоровья, и активного долголетия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,